Ребята, всем привет! Меня зовут Юля, и это моя рубрика «Тема». В одном из прошлых выпусков мы с вами обсуждали тему секса и тему первого раза, и мне кажется, что мы недостаточно много уделили внимания этой теме. Я бы хотела рассказать вам немножко про первый раз и про то, что поможет сделать его максимально комфортным и приятным. Есть вот такой интимный гель-смазка Durex Naturals, который состоит из 100% натуральных ингредиентов и создан специально для того, чтобы сделать интимные моменты еще более приятными. Формула на водной основе не содержит красителей и отдушек, обладает благоприятным уровнем пираж и увлажняет интимные места для естественного комфорта во время секса. Я тоже пользуюсь этой смазкой, и, к сожалению, в мой первый раз ее не было. И мой первый раз не был таким, как я его себе представляла. Это было очень далеко от приятного, было даже больно. Только потом я поняла, что можно было попробовать воспользоваться смазкой. Конечно, это может помочь облегчить ваш первый раз, но и не первый раз поможет сделать более приятным. Испытывать дискомфорт во время секса и замалчивать это не является оптимальным решением. Поэтому важно говорить о дискомфорте и использовать вспомогательные средства для борьбы с проблемой. Ну что ж, теперь, когда мы с вами стали еще ближе и можем двигаться дальше. Наш сегодняшний эксперт со стороны мужской стороны... Мой парень! Всем привет, ребят! Я залетел в вашу рубрику. Да. Очень быстренько так. Всего лишь на один выпуск. Ну, может, когда-нибудь ты еще поучаствовешь? Если вам понравится. Может быть, я залечу к вам еще разок. Да, мы надеемся. Расскажи мне. Для правил, да? Да, мне нужно понять, что вообще здесь происходит, что я должен делать. Да, чтобы вы понимали, Слава никогда не смотрит мои видео, поэтому он вообще без понятия. Он просто знает, что я читаю истории и как-то их комментирую. Это, в принципе, все. Мне достаточно. Я читаю истории подписчиков, которые присылают на мою почту, которую я укажу в описании к этому видео. Если у вас есть какие-то тяжелые истории или просто истории, в которых вы не можете разобраться, какие-то ситуации в жизни, то пишите, и мы будем разбираться. Либо я одна, либо иногда с близкими. Иногда даже с психологом. Поэтому все выпуски разные. Почему я решила пригласить Славу в этот выпуск? Потому что мне интересно, как он будет комментировать. Мы, конечно, любим друг друга, но мы тоже, бывает, ругаемся. У нас тоже бывают недопонимания, какие-то сложные моменты в отношениях. Я думаю, у всех нормальных людей бывает такое в жизни. Просто кто-то работает над отношениями, кто-то старается, а кто-то не старается и не работает. В общем, ладно. Первая история. Я буду ее читать под грустную музыку. Как и всегда. У меня появился молодой человек около года назад. Ему 20 лет, мне 18. Отношения с ним очень теплые, и я ему доверяю. К сожалению, у него есть кредит, который он не может выплатить. Но в последнее время он все усерднее пытается закрыть этот вопрос. Для этого он взял у своих друзей и знакомых немаленькое количество денег, так как он живет в военной академии, и возможности пойти на работу у него нет. Поэтому приходится занимать деньги и тратить всю стипендию. Я тоже помогаю ему в этой ситуации. Я одолжила ему 15 тысяч. Но совсем недавно об этом узнала моя мама, и она была крайне недовольна тем, что я помогаю ему. Она считала, что я не должна давать деньги молодому человеку, когда, по сути, мы друг другу почти никто. Плюс к этому эти деньги не заработаны мной, а подарены родственниками. Говорит, что если в отношении возникают финансовые темы на таком раннем этапе, то отношения портятся. И мне очень грустно, что родители теперь не самого хорошего мнения о моем молодом человеке. Считают, что это низко просить у своей девушки деньги до того, пока родители об этом не узнали и не сказали мне, что я поступила глупо и, грубо говоря, испортила отношения. Я так не считала, но теперь я не знаю, может и правда надо было отказать в помощи. Скажи, пожалуйста, как бы ты поступила в этой ситуации? Я нормально отношусь к тому, чтобы помочь близкому человеку, если у него проблема, тем более, если вы любите друг друга. Но вот у меня просто вот эта вот тема с кредитами, она сразу всё, потому что моя подруга, вы её не знаете. Если что, она оформила на себя кредит, чтобы помочь ему, они там расстались, какая-то дичь началась, и она выплачивает кредит. И это жесть. И вот, ну не знаю, как бы я поступила? С одной стороны, может быть, да, я и согласна с твоей мамой, а с другой стороны, я считаю, что если ты любишь человека и хочешь ему помочь, если у него сложная ситуация в жизни, то почему бы не помочь, если ты можешь? Ну, смотря с какой стороны посмотреть, если смотреть со стороны родителей, наверное, они правы в том, что сказали тебе, что это не твои деньги и так далее. Но, по сути, это её деньги, ей же их подарили. По сути, это подарочные деньги ей. Но это же её деньги. Ну да, но я немножко не согласен с родителями в том, что они говорят о том, что, типа, ты не должна давать своему парню, там, типа, какой-то кэш. Если он в этом нуждается, ну да, если ты его любишь, ты имеешь право, да, там, ему что-нибудь там в чём-то помочь. Типа, ну, не кредиты, естественно, кредиты — это уже перебор, это что? Но... Ну, я просто ещё знаю такие ситуации, потому что в жизни бывает разное. Если вы друг друга любите и долго вместе, вообще всё классно и всё такое, и планируете какую-то жизнь совместную дальнейшую, разные ситуации бывают. Ты можешь встретить человека, у него нет вообще ни гроша за спиной, но пока вы вместе, ещё что-то произойдёт, и он станет супер-богатым, например. Ну, грубо говоря, разные ситуации в жизни бывают. Ты начинаешь встречаться с супер-богатым чуваком, а через несколько там лет, месяцев он становится банкротом, грубо говоря, и что ты его бросишь? Ну, типа, для меня вот эти истории, они как бы, ну... Ещё нужно знать, сколько вы встречаетесь. Если вы встречаетесь неделю, то да, это, конечно, странный жест такой любви, с твоей стороны. Если вы встречаетесь больше, там, не знаю, уже полгода, например... Сколько она встречается, она сказала? Не написано что-то. Если вы встречаетесь там полгода, например, то да, если ты его любишь, он тебя любит, и ты можешь ему помочь хотя бы чем-то, да, хотя бы этими 15 тысячами, да, вообще какие проблемы? Ну, скажу так, что я бы не советовал тебе в будущем позволять родителям вмешиваться в твои отношения. Ой, это вообще там прям целый выпуск нужно об этом снимать. Ну да, если он там нормальный чувак, он тебя не избивает, любит, уважает, но родителям не нравится. На корню вот эту всю историю заканчивать, останавливать это на будущий совет. Я понимаю ситуации, когда родитель советует, говорит, ну, старается уберечь от чего-то, и говорит то, что вот, ну, как ты не видишь, он же вот это делает, он же вот это, как ты этого не видишь? Это, ну, типа, понятно, всегда понятно, когда родитель переживает за ребенка. Но также у родителей, мне кажется, очень важная миссия не испортить отношения с этим ребенком, чтобы ребенок доверял. Я просто знаю, уже после нескольких своих выпусков, вот именно родители-дети, у многих очень плохие отношения с родителями, с мамами, вообще нет никаких доверительных отношений. О, у меня тоже было все очень плохо во время моего подросткового возраста, поэтому это нормально. Именно в подростковом возрасте всегда какие-то напряженные моменты происходят, и из-за того, что ты тупенький немножечко, из-за того, что родители еще не понимают, как вести себя с тобой уже начинающим взрослеть. И отношения наладятся обязательно, если будете, конечно, работать над этим. Но это тема другого вопроса. Ну да, ну просто над любыми отношениями нужно работать. Да, я согласен. Года два назад я решила увеличить губы. Сходила к косметологу. Вкололи небольшой объем, всего 0,5. Думаю, ты понимаешь, что это совсем немного. Губы просто стали чуть более выраженными, никаких утиных историй и тому подобное. А, я поняла. Слава богу. Наша предыдущая, нет, наша предыдущая история плавно вытекала в эту, понимаешь? Нет. Отношения родителей и детей. А при чем тут губы? Как при том? Слушать дальше, господи, вообще нетерпеливый какой-то. Что это за выпуск? Он должен быть серьезный, нагнетающий. Давай немножечко успокоимся, ребята. Можно немножечко почилить. Тут не чил, у людей проблемы, заяк. Ребят, сори. Как только моя мама узнала об этом, с ней невозможно стало разговаривать. Любая тема сводилась к тому, что я урод, превращаюсь непонятно в кого, никакой естественности, ужас в кого-то превратилась, посмотри на себя, на это уродство и так далее и тому подобное. То есть буквально каждый день была травля с ее стороны. Я пыталась менять тему, как-то спокойно объяснять, что ничего плохого в этом нет, это мое тело, мой выбор, смирись. Но однажды меня это так достало, что я предложила ей выбор. Либо ты принимаешь меня с моим выбором, и мы больше никогда не затрагиваем эту тему, либо мы не общаемся. Она выбрала второе. То есть она посчитала, что недовольство и непринятие собственного ребенка ей дороже, нежели общение со мной. В итоге мы уже второй год не общаемся, абсолютно никак. Губы давно сдулись, а она все продолжает думать, что я урод. Если честно, так мне намного легче без ее вечной критики и упреков по поводу моей внешности и изменений. Желания общаться нет, но в душе я понимаю, что это мама, и вроде как нужно поддерживать связь, но не знаю, как быть. На самом деле для меня это намного... Зачем я... Зачем я... Зачем ты меня вообще позвала в эту рубрику? Тебе не нравятся истории? Мне грустно. Я вот сейчас что-то слушаю и думаю, блин... Таких историй много, Зая. Ты сидишь за компьютером? Ну зачем оно мне надо? Мне своих грустных историй хватает. Зачем мне чужие грустные истории? Слава такое, он не хочет никогда грустные истории слушать, но это жизнь. Я понимаю, просто... Ну типа, и так в моей жизни дофига грустного. Вот я сейчас сижу такой и загрузился немного. Хотя я хочу немножечко разбавить вот это вот... Ты должен разбавить своим советом. Я... Поддержать. Да, мне кажется, что это реально сложная ситуация и очень... Очень грустная. Потому что, когда у детей и их родителей возникают терки, всегда грустно. Потому что такого не должно происходить. Такого не должно быть. Ну, я выступаю здесь против мамы, конечно же, в этой ситуации. Если не то пошло, я не понимаю, не представляю вообще себе возможным, как ты можешь своего ребенка так к нему относиться и не принимать. Неважно, что бы твой ребенок ни сделал, что бы он с собой ни сделал, как бы он там ни одевался, что бы он там ни хотел делать в своей жизни. Это же твой ребенок. Ну типа, почему... Вот я об этом говорю, что почему некоторые люди так просто могут отвернуться и выбрать не общаться, нежели просто принять? Какая разница? Ну типа, я не знаю. Для меня это сложный вопрос. Я понимаю, что самое главное для меня в этой ситуации, что девочке сейчас ок. Вот типа, она не общается с мамой, и она говорит, что ей сейчас так легче. Для меня это самое вот такое, слава богу, что хотя бы так. Не знаю, я бы поспорил. Мы все можем себя успокаивать и говорить, что нам так легче. На самом деле, ни хрена нам не легче. Это понятно. Я, знаешь, могу сказать только то, что при любом раскладе нужно всегда находить консенсус, если особенно это твои близкие, если это твоя мама, твой папа, не знаю. У меня мама противоположность мне. Я рыба по гороскопу, она лев. И мы постоянно в непонятках, существовали как будто в разных мирах и очень редко находили какой-то консенсус. Именно в подростковом возрасте я говорю именно про это, потому что сейчас у меня с мамой все супер, да, то есть мы с ней нашли общий язык, мы как бы привыкли друг к другу, научились справляться с какими-то сложностями и проблемами, если она меня обижает, я знаю, да, что ей тоже грустно. Если я ее обижаю, я грущу, я хочу, да, это исправить. И именно вот в том подростковом периоде я как раз и не нашел вот ту, вот ту дорогу, грубо говоря, которая сгладит все наши с ней непонимания и обиды. И в данном вопросе вот у девочки возникла реально проблема с мамой из-за того, что мама не приняла ее такой, какой она хотела бы быть. Ну, ты же понимаешь, что если бы твоя мама тебе сказала, ну, я вообще не хочу с тобой общаться, потому что вот ты вот какие-то там поступки совершаешь глупые, детские или еще что-то, мне не нравится, я не буду с тобой общаться, я от тебя отказываюсь, потому что вот из-за этих поступков. То есть, понимаешь, одно дело, когда родитель реально говорит, мне пофиг на тебя, вообще уходи из моей жизни, спокойно, до свидания. А другое дело, когда родитель сопереживает, и он готов принять, что бы ты с собой ни сделал. То есть тут я говорю именно о том, что... Почему я вообще начала говорить про очень сложные отношения родителей там с детьми? У некоторых мамы они не хотят даже помочь своему ребенку, они не хотят слушать. Вот ребенок приходит и говорит, у меня проблемы, мне грустно, я плакать хочу, у меня парень бросил, я его люблю, туда-сюда жить без него не могу. А мама говорит, ты что там, больна, например? Тебе вообще сколько лет встречаться с парнем? Пошла уроки делать, я ничего не хочу слышать об этом, тупая курица. Ну, например. Но это же ненормально. Родитель, он на то и родители, он должен поддерживать, он должен быть рядом. Не важно, что в жизни происходит у человека, у ребенка. У родителей есть функция. Научить ребенка самостоятельности и вести его в жизнь, да, чтобы он справлялся со всеми трудностями легко и непринужденно. И что самое смешное, все родители, я пока еще не стал родителем, но я знаю, что когда у меня будут дети, я тоже с этим столкнусь. И вы, кто смотрит сейчас этот выпуск, тоже столкнетесь с этой проблемой, когда вам захочется своего ребенка вести буквально за ручку и захочется оберегать от всех напастей в жизни. Но у вас это не получится. И тут нужно просто сесть спокойно и поговорить. Мне кажется, что когда такое возникает, в первую очередь я сужу по себе, да, давайте так буду говорить, что я смотрю по своим проблемам, по своим каким-то сложностям в отношениях там с той же мамой моей, да. Я беру ее за руку. Как родители. Сажу за стол, говорю, мама, вот такая вот проблема у нас сейчас сложилась. Ты там, я здесь. Объясняю, почему я здесь и понимаю, почему ты там. Но давай найдем какую-нибудь золотую середину, и чтобы ты не грустила, чтобы я не грустил. И любой выход должен быть найден именно в разговоре, именно вот, ну, по душам нужно поговорить. Да это замечательно. Я знаю столько историй, когда ребенок пытается по душам поговорить со своей мамой или со своим папой, неважно. То есть проблема именно в том, что в этих отношениях кто-то хочет работать над этими отношениями, а кто-то нет. А кто-то нет. Никто не сказал, что родители не могут совершать ошибок. Типа родители такие охренеть идеальные, и вообще никогда не совершают ошибок. Может быть, она совершила эту ошибку, и она сожалеет о ней. Да? Почему мы не думаем об этом, что они такие же люди? Что они, может быть, из-за того, что хотели тебя чему-то научить, совершили эту глупую ошибку, да, и поняли ее не сразу, а поняли о том, что они ее совершили через год. Ну, хорошо, а чего она тогда не позвонила ей, например, и не сказала, прости меня, я не могу там без тебя жить, хочу, чтобы мы общались. Гордость? Может быть, да. Вот у меня мама гордая. Она, если на меня очень сильно обидится, она мне ничего не скажет. Даже если она виновата. Вот в чем прикол. Я знаю, что она виновата, она не позвонит. Вообще никогда? Она первой не позвонит. Ну, типа, у всех разные отношения, просто нужно понять, как совладать, кому идти первому на какие-то примирения. Знаешь, что понял, что у девочки проблема, да, произошла, и это ее тревожит, да, беспокоит. А я, я не профилированный специалист, я не психолог, у меня нет каких-то технических, да, теоретических знаний, да, чтобы взять вот и решить твою проблему. И тем более, даже если человек придет к психологу, он никогда не решит эту проблему за один день. Хочешь, я тебе расскажу прикол, что я недавно на себя выяснила? Я просто, я просто, блин, ну что ты перебиваешь, я же хочу договорить. И вот у девочки проблема, и я понимаю, что я могу только дать какой-то, ну, просто общий ответ, основываясь на своих, на своем жизненном опыте, и не факт, что это ей поможет. Ну, то есть, я вот сейчас об этом подумал, и мне кажется, что это неправильно. Что неправильного? Что мы просто мусолим ее тему, но при этом не даем ей никакой пользы. А я тебе сейчас скажу, что я для себя недавно поняла как раз то, из-за чего я тебя перебила. Ты вот сказал то, что ты непрофессионал, и я это в каждом своем выпуске обычно говорю, то, что я не психолог, мы просто болтаем, чисто вот ты ко мне приходишь со своей проблемой и рассказываешь. Я говорю, блин, ну может вот это, может вот это. Я же тоже не психолог, ну ты же слушаешь меня или начинаешь думать как-то по-другому. В этом и суть психолога, да, мы не психологи. Но у меня были сеансы с психологом, и я ему рассказываю что-то, свою какую-то проблему. Он мне не говорит, типа, слушай, да у тебя же вот это. Он мне вообще так не говорит, он мне просто говорит вопрос. Он мне задает какой-то вопрос, а ты пробовала вот это? Я такая, ну типа, да, ну вот это, вот это. Он говорит, а я правильно понимаю, что это потому что вот это? Ну ты помнишь, Слава знает, я ему рассказывала, что у меня психолог очень часто, когда я рассказываю свою историю, и потом говорит, типа, Юля, я правильно понимаю, что вы сейчас сказали вот это. Когда психолог на этом акцентирует, я тоже на этом акцентирую своё внимание, и думаю, так, я сказала вот это, почему я это просто произнесла, но не уделяю этому такое большое внимание, какое уделил психолог вот этому моменту из моей истории, скажем так. Я понимаю, что суть психолога просто задать мне правильные вопросы, где-то чуть-чуть как-то вот мне подкинуть, типа, каких-то предложений в мою голову, а я уже дальше сама начинаю всё это анализировать и находить для себя какие-то ответы и понимания. То есть психолог, он как будто бы тебе открывает глаза на те слова, которые ты обычно пропускаешь и, типа, не уделяешь им должного внимания тем каким-то проблемам, которые у тебя в голове, из-за чего, может быть, у тебя такая проблема. Мы, конечно, не психологи, но мы можем задать какие-то вопросы, типа, пыталась ли ты наладить общение с мамой, думала ли ты, почему она так сильно на это злится и бесится, неужели губы это такая вот большая трагедия, и только из-за губ она будет тебе так вот говорить, урод, и ещё что-то? Наверняка таится что-то глубже, может быть, она сама, я не знаю, мечтала сделать губы или что-то такое, но это вот просто уже даже самые глупые версии предположить, почему такое отношение именно к губам, а если ты стрижку себе какую-то сделаешь, неужели она будет тебе говорить то, что ты урод с этой стрижкой? Ну, типа, это вот, знаете, такие моменты, это понятно, что это намного глубже, это не может быть такое, что, типа, губы и всё. Значит, есть какая-то проблема, и нужно постараться найти эту проблему и поговорить с мамой. Вот всё. И проанализировать, что было до этой ситуации в отношениях ваших с мамой. Привет, Юля, не знаю, ответишь ты или нет, но я была бы очень благодарна тебе. Мне 19 лет, встречаюсь с парнем 2,5 года, в самом начале наших отношений он меня не любил, как мне признался. Да и я сама это видела и чувствовала, но так как это мой первый мужчина и первые отношения вообще в 17 лет, я очень держалась всегда за него. Он ходил, гулял с другими, общался с другими, целовал один раз, другую, в кино ходил. И мне от этого было очень больно, но я всегда прощала его, прошло год с небольшим наших отношений, и я ему изменила. Изменила, потому что была обида на него, не хотела уже быть с ним, хотела после этого расстаться, но он начал как-то, наоборот, ценить меня, и недавно он признался, что ему всё ещё больно за такой мой поступок, он не может мне изменить втайне, потому что любит. Предложил, чтобы он это сделал, и я об этом знала. Но после этого мы бы начали отношения, как мы всегда хотели, без ссор, недопонимания и так далее. Я не знаю, как реагировать, что скажешь. Да нахрен его посылай вообще, что это за отношения, что это за чувак такой смешной. Нет никого вообще в мире, кто мог бы спокойно к этому отнестись, только какие-нибудь глупые люди. Успокойся, просто ты молодая, у тебя ещё столько всего впереди, и забей вообще. Ты так поверхностно отвечаешь на эти истории, я разбираю каждое слово внутрь, залезая в их отношениях, разбираюсь во всяких этих моментах. То есть получается, что этот парень... Я просто неопытный ещё, понимаешь, с тобой не сравнится, ты уже тут как профи, это же твоя рубрика, ты тут чё, чик-чик-чик, всё по полочкам. Ну понятно, ты говоришь так, как считаешь, что нужно чисто, коротко и по факту. Да, я... Ну бросай его, короче, всё. Да, всё, нахрен, нахрен бросай, следующий вопрос. Получается так, что этот парень гуляет с кем-то, целуется, даже один раз в кино ходил, ещё что-то. Она, короче, видимо, обиделась на это, пошла, ему изменила. А потом он понял, что он потерял её, что она ему нужна. Потом он расстроился, начал к ней хорошо относиться, и сказал то, что он не может втайне ей изменить, и предложил, чтобы он ей изменил, чтобы она об этом знала, и типа они начнут с чистого листа. Всё заново. Вот это вообще, это Санта-Барбара, я вообще прям в шоке. Но я уже много раз говорила, что для меня, вот это вот, типа, если человек спокойно может изменить, ну, типа, если для него это расплюнуть, ну, как бы, я могу пойти изменить. Ну, чё, он целовался с кем-то, мне не понравилось. Я всегда считаю, что лучше просто расстаться, ну, блин, ну, не знаю. Да всё просто, вообще, нахрен такие отношения, как сейчас модно говорить, абьюзные, да? Абьюзивные. Абьюзивные. Модник ты мой. Да это не абьюзивные, это просто тупизна какая-то. Да нет, чувак просто тебе, типа, изменял, тебя вообще во все стороны тыкал. Ну, он целовался просто, и гулял. Да, и в кино ходил с чувихой. Просто во все стороны тебя тыркал, как тряпку тебя туда-сюда использовал, как половую вот так вот вытирал всю пыль об тебя ногами. А потом, когда, в момент, когда ты решила тоже, а чё, я тоже, ну, я молода. А он такой, блин, тупизна со мной. У меня есть ещё впереди вся жизнь. Я пойду-ка, изменю ему тоже в ответ. Не знаю, может, тебе понравился просто другой парень, типа, да, он тебе просто посимпатизировал, зацепил, и ты, как бы, повоялась на свои чувства, да, и сделала то, что сделала. И тут у чувака в голове, бэмс, боже, я её люблю, она вся моя жизнь, я хочу с ней прожить всю свою счастливую жизнь и свадьбу, и детей. Вернись ко мне, только давай по-честному, я сейчас тебе изменю. Только давай так. Да, я сейчас тебе изменю, скажу тебе честно, вот я сейчас с Натахой пойду в переулок, у нас всё с ней произойдёт, я тебе это скажу, значит, ты будешь предупреждена, а предупреждён, значит, вооружён. Типа он ей не изменил в тайне? Ну, как бы, да, это будет не в тайне. В итоге, как бы, хочет вернуть тебя, и чтобы у вас всё было как раньше, не будет как раньше, алё. Да непонятно вообще, что было раньше. Да вообще забей, живи дальше, тебе столько ещё парней впереди, сколько ей лет, 17, 18? Да, я просто, во-первых, с чего началась история, с того, что они друг друга не любили. Да всё понятно, просто забей, иди дальше, не оглядывайся. Вот мне интересно вопрос, который я хотела тебе задать. Вот мы сейчас говорили про то, что девушка спокойно пошла изменила своему парню, и он такой говорит, блин, ну ты мне так нравишься, ну давай так, чтобы типа по-честному я тоже тебе изменю. Ну. И вот у меня вопрос, я всегда говорю, что если ты встречаешься, и в голове ты понимаешь то, что тебе ничего не стоит пойти изменить человеку, то значит ты не любишь человека, с которым ты встречаешься. Твоё мнение. Так вопрос-то в чём? Как мужчины. Вот, например, у тебя есть девушка, ты её любишь, там, допустим, ну, как ты думаешь, ты её любишь. Зай, можешь вопрос просто задать? Чё тебе стоит изменить ей? В каком случае ты её изменишь? Вот, уже конкретный вопрос. Ай, достал. Иди сюда. И отвлекаемся. Чего тебе стоит изменить? Ты мой шоколадкин. В каком случае ты изменишь? Если не люблю. И всё. Ну, это самый логичный и самый простой ответ, который может быть... То есть других причин не может быть на измену? Ну, это самый основной, давай так считать. Ну, мне нужен самый интересный, а не самый основной. Нет, это самый основной. Ответов может быть миллиард. Ты бы смог встречаться на расстоянии? Ну, у меня были отношения. Ну, и что? На расстоянии. Были. Ну, просто там была история ещё тоже. Причём очень интересные отношения у меня были. Вначале мы как раз встречались на расстоянии, потом мы встретились и начали встречаться уже вместе в Москве. И потом получилось так, что она улетела в другую страну, и у нас отношения опять стали на расстоянии. И вот это вот расстояние погубило все наши отношения, понимаешь? То есть вот первая часть наших отношений на расстоянии была... А долго у вас вот эта первая часть, когда вы на расстоянии были? Сколько вы встречались? Ну, нормально. Там полгода точно минимум было на расстоянии. А это сразу так было? По переписке, типа, или что? Не, мы увиделись, но потом встречались на расстоянии. А как это вы встречались на расстоянии? Просто, типа, вы вместе переписываетесь каждый день? Да, мы вместе, да. Но при этом вы не гуляете вместе полгода. Не гуляем ни с кем вообще, то есть как бы, ну, вместе мы. То есть это называется любовь на расстоянии. Это сложный вопрос, вообще, любовь на расстоянии. Она, если это искренняя любовь, и если, да, ты готов ждать год и три, и пять, то это работает, если не готов, да, или какие-то другие внешние факторы влияют на тебя в данную секунду. И ты даже и месяц не можешь, да, как бы без человека прожить. Ну, тоже, тут на краю всё время ходишь. Ну, вот сейчас ты был бы готов встречаться на расстоянии. Тут же зависит всё от того, наверное, от самого главного, любишь или не любишь. Нет, для меня это вообще не играет никакой роли. Ну, понимаешь, к этому основному есть ещё куча побочных проблем. Нет, если предположить, что мы сейчас разъехались на год по разным городам, это другой вопрос. А если предположить, что ты встречаешь девушку, у вас с ней пару раз было свидание, например, две недели вы с ней гуляете, а потом, как бы, ну, она тебе говорит вначале сам, что я, типа, через две недели уеду на два года в другую страну. Ты меня дождёшься ли? Ну, нет. Ну, я просто сразу скажу, например, такому чуваку, типа, пока, извините, неинтересно. Ну, да, ну, да. Потому что я не собираюсь сидеть два года и ждать непонятно кого. То это, типа, знаешь, вот эти приколы, ушёл в армию одним человеком, она его сидит, ждёт, а он приезжает, такой, да пошла ты! Ты вообще кто-то такая? Ну, ты уже гуляешь там с кем-то, а ты меня ждёшь, глупая девочка. Нет, так не про всех. Я уверена, что есть, ну, реально классные чуваки, которые, вот, да, блин, приеду, любовь моя, скорее бы увидимся. Исключение, и девушки есть исключение. И девушки, которые сидят и ждут, да, но это вот чисто не про меня. Я просто знаю, что... Короче, ты бы не дождалась меня из армии. Не знаю, но я рада, что мне не пришлось никого ждать из армии, потому что я не человек, который вот готов отношения на расстоянии терпеть. Я не могу так. Потому что, когда мы с тобой не видимся неделю, у меня вообще сразу всё по-другому. Это, знаешь, сначала, типа, несколько дней я скучаю, а потом несколько дней уже начинается такое, типа, я не понимаю, а мы вообще знаем друг друга. Ну, типа, для меня отношения на расстоянии это невозможно. А суть ещё в том, что Слава ужасно переписывается со мной в интернете, мало со мной созванивается, и если я куда-то уезжаю... Ну, обычно как? Типа, я просто уехала на две недели, например, в Грузию, ну, с подругой, допустим, и мы можем две недели очень мало общаться. Ну, ты не... во-первых, не я бедничаю здесь. Нет, я не говорю, что это плохо, просто суть в том, что у нас, типа, такой прям не отдых друг от друга, а, типа, каникулы. Мы просто вот отдыхаем от максимально любого общения друг с другом. Ну, ладно уж, мы созваниваемся день через день, как бы, да, переписываемся. Да, но я имею в виду, что нет вот этого постоянно на трубке, типа, блин, что он там делает? Букет на вот этот вот конфетный период, мы уже давно с тобой его прошли, поэтому зачем ты о нём говоришь? Мы же взрослые люди, мы уже с тобой не месяц вместе. Ну, я просто думаю, это из-за того, что мы живём вместе, типа, когда ты уезжаешь, я такая, ну, пока! Ну, естественно, чего... Типа, два дня можем вообще не переписываться. Ну, чего ты, ты же не переживаешь, что меня потеряешь, так же, как и я не переживаю, что... Это плохо. Ты там будешь с кем-то тусить. Нет, это здорово, что у нас доверие такое... Так это нормально, это просто течением времени происходит, и у всех пар, и не только у тебя одной такая история. Ну, хорошо, а вот вдруг ты один раз уедешь на дачу... И что, с козой пересплю? Да. Нет, не с козой переспишь, а, например, подумаешь такой, ну, ладно, чё, мы уже с ней давно вместе, я не буду ей писать всякие милые смс-ки. Не понял? Нет. Типа, не будешь мне никогда писать милые смс-ки, а потом в какой-то день я скажу, извини, но мы расстаёмся, потому что ты мне не писал милые смс-ки. Милые смс-ки. Ну, а что, мне этого не хватает, иногда мне хочется, чтобы ты мне написал. Не знаю, это тема... Даже если вы в одном помните. Подожди, извини, можно уточню, это тема наших с тобой отношений или чужих? Это просто, это людям интересно. Людям... Я обсуждаю... Подожди, получается, что... Людям интересно обсудить свои переживания, а не твои. Нет, получается так, что я чужие истории выставляю на показ, а свои что, я прячу, что ли? А, ты свои тоже показываешь во влогах? Вот, посмотрите, мой новый влог вышел. Ага, слышу, шёл отсюда с рекламной интеграцией. Вот у меня новый влог вышел, да, где мы в Турции с Юлей. Как раз разговариваем насчёт её образования. Ты уже выставил что-то сегодня? Нет, ну, нет, конечно. А, да, вышел. Ну, короче, ладно, спасибо тебе, гость мой. Да не за что, вам спасибо, что вы пригласили. Пишите, ребята, в комментариях, как вам вообще, что Слава был в этом выпуске, нравится вам или нет, когда он здесь. А то что-то в последнее время гостей на моём канале не очень приветствуют. Что-то решили. Ну, да, спасибо за то, что пригласила. Я был рад поучаствовать. Не знаю, на самом деле, хотелось бы, чтобы у вас вообще не возникало никаких проблем в жизни, и чтобы всё у вас шло легко и непринуждённо. Поэтому давайте жить классно, и чтобы, ну, ничего нас не расстраивало. Конечно, это мечты, но почему бы и не думать о хорошем? Давайте будем думать о хорошем. И любите себя. И любите себя, своих близких. Ну, короче, ладно, ребят, спасибо вам большое. Не забывайте оставлять свои истории, ставьте лайки на эти видео, оставляйте много комментариев. Я буду всё читать. А лайки ставьте для того, чтобы это видео как можно больше людей увидели, и, возможно, сделали для себя какие-то выводы, и посмотрели на себя со стороны, возможно. И, конечно же, обязательно комментируйте истории, которые сегодня мы поднимали в этом видео. Мне тоже будет интересно услышать ваше мнение, и было ли у вас такое, и как вы с этим справились. Всех любим, целуем, обнимаем, и всем пока!